здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая ну как вы поняли уже до сегодняшняя тема томаты мы будем говорить обо всем про томаты и когда их мы уже сеем высокорослые когда сеем среднерослые низкорослые и какие сорта предпочтительные потому что вы все задаете один и тот же вопрос как это ни странно а какие вы сеете вот я вам сейчас покажу какие я сею в нашем распоряжении огромное количество семян с томатами или помидорами как мы их называем попросту и мы должны выбрать да вот судя вот по этому количеству это было выбрано в прошлые годы это не за 10 лет это года наверное за три ну максимум за 4 то есть это все уже отсеяно и пересеяно а вот это приготовлено к посеву и все это надо попробовать да среди них есть новенькие есть старенькие есть хорошие по рекомендации оригинаторов есть там как бы не очень ну меня по крайней мере не устраивает мне например непонятно если томат индетерминантные не имеет ограничения в росте почему урожай у него 45 килограмм с одного растения это мы значит сеем их феврале всю весну носимся с ними потом все лето мы за ними ухаживаем и мы получим ну да вот столичка помидор с этого огромного растения и выбирая среди них конечно я выбираю те которые наиболее урожайные здесь есть и такие это правда очень мне понравились и моя сестренка садит такие это юбилейный торсенко замечательный красивый да надо ухаживать да надо кормить но зато и урожайность у него больше чем хотелось бы даже здесь есть такие томаты которые я ежегодно высаживаю это не агара и не агара и каскад и мне очень нравится да они не крупные да они вот эти покрупнее эти помельче на засолку очень хорошие и вот эта красавица которую я ежегодно высаживаю конечно же мчужина сибири и у нее хорошие томатики причем они не такие уж мелкие где-то порядка 120 грамм такой формы вот такие примерно они все калиброванные прям как порционные среди тех которые займут достойное место именно в теплице вот которые высокорослые и не имеют ограничения в росте либо имеют его но рост имеет все-таки выше двух метров это конечно будут томаты это краснобай это кровавая мэри кота сливовка такая сладкая крупная это будет обязательно и хурма и бычье сердце но я очень тщательно выбираю семена у тех кто либо и фасует либо их выращивает это ведь разные люди и выбирая среди них все-таки отдам предпочтение хурме которая расфасована вот в такие маленькие невзрачные пакетики но здесь информационная часть очень правильно единственный расфасовщик у которого написано внешне очень схожи внешне очень похожи на хурму на сам плод а чем же так они отличаются да ну дали название хурма и все нет во первых они будут оранжевые когда созреет а во вторых будут иметь вот такую форму ведь хурма не имеет вот такую форму это только там некоторые сорта на всех остальных я ничего подобного не увидела поэтому предпочту скромность вот такую и потом знаете что вот здесь вот порядка двадцати семечек да маленький белый пакетик стоит-то семена не пакетик есть другие есть другие очень красивые вот с золотом знаете сколько здесь семечек здесь восемь вот здесь всего пять вот мне зачем вот это мне информационная часть должна выглядеть вот так сзади адрес кто расфасовал кто продал и кто отвечает вот за это все вот пожалуйста обратите внимание ну честно сказать ну вот надоело вот это все ваши семена от автора и там не знаю какие но не нужны нам эти пачки нам эти то не нужны посмотрите сколько денег здесь лежит это же помойка по ним плачет по этим пачкам вот я похоронила их 3-4 года я все время выбираю из тех которые сеяла раньше те которые буду сеять уже как бы потом ну ну не отвечают они требования неужели я буду сеять всю оставшуюся жизнь нет конечно ладно едем дальше томат спрут чем он отличается от всех остальных почему ему внимание особенно да потому что это необычное растение он знаете он конечно плоды томатные до вкусные сладкие это растение вообще предпочтительнее на гидропонике выращивать и если уж его все-таки посеять знаете она не успеет дать того огромного урожая в теплице даже если она не отапливаемая вот если отапливаемая теплица и если его посеять бы в ноябре а уже там в январе начать его культивировать растет он действительно очень быстро но ему понадобится место больше чем эта кухня если вы дома или на теплой лоджии который вас и зимой будет не холодно вырастите такое растение то вы будете большой молодец или большая молодчинка а вообще в теплице конечно вы не увидите того что он может вам дать и тут бесконечные поливки и подкормки поливки и подкормки ну если хотите позанимайтесь конечно но вкус у него потрясающий значит вот здесь серия семян это те которые для улицы предназначены смотрите цифра мантра старинный сибирский сорт и любимчик публики и мой в том числе конечно каждый год его буду сеять и сей уже лет пять наверное не меньше это крупноплодный штамбовый просто замечательный не претендует ни на какие особенности зато вырастет сантиметров восемьдесят метр а дарит помидорами ведро с лишним и вы будете счастливы рекомендую просто правда каждый год пробую новые вот в этом году будет чайная роза новенькая в этом году будет этот золотые купола все его очень хвалит и я хочу попробовать это уже не новенькая а уже немножко старенькая медвежья лапа это все крупноплодные для грунта поэтому выбирая себе томаты на посадку на даче в открытом грунте либо в защищенном теплицах вы должны понимать что если он без ограничения роста да и он может как космонавт волков есть такой сорт вот так несколько раз за лето быть согнутом до земли и 40 килограмм с одного растения даст так это конечно радость вселяет в душу но надо понимать что такие томаты мы сеем в середине февраля 14 по 18 февраля включительно два замечательных знака весы и скорпион когда растения не болеют корневая система и верхняя часть развивается замечательно при пересадке не страдают болезни не цепляют поэтому предлагаю вам все высокорослые такие как и хурма и бычье сердце ведь они в теплицах выше двух метров а посеете именно в это время если томат уже где-то метр двадцать метр тридцать тогда пожалуйста сдвиньте срок посева это будет конец февраля двадцатая там где-то двадцать пятая вот в это время двадцать второго козерог по моему ну медленный немножко знак но тоже очень хороший а те которые у вас уже меньше метра конечно это уже март месяц начало марта и до 10 марта коротышки клуши и всевозможные малыши конечно их можно посеять где-то пределах первой декады марта но у кого есть возможность это южный край конечно вы можете посеять вообще в апреле месяце прямым посевом в грунт и у вас все прекрасно вырастет мы себе этого позволить не можем к сожалению и забыла еще один замечательный просто сорт чего чего сам хоть одну посадите помидорку одно растение вы увидите какая это красота причем рано посеянные в середине февраля они у вас будут зреть на корню и они розового цвета они сладкие они хороши в засолке и в салате и кисть у них плодовая такая которая вас просто на лопатки уложит это правда ну на этом всего доброго и до свидания